Мастихинов существует большое множество. Те, кто были в магазинах, в салонах для художников с товарами, те наверняка видели, что выбор просто огромен. Здесь я вам просто покажу, что они бывают вообще разнообразные. И все их отличия – это вот в этом наконечнике. Они бывают, вот вы видите, с очень круглым окончанием, с поострее кончиком, с очень большой поверхностью рабочей, с перпендикулярным краем. И даже у нас есть мастихины, такие вот силиконовые, гнущиеся, тоже на любителя. Они такие делают очень мягкий и очень скользящий. След оставляет от себя. Я вам советую купить для начала, если вот совсем прям для начала, и если вы хотите только один купить, то это вот рекомендую вам такой формы. Вы наверняка, те, кто занимается у нас, и вообще как-то касались живописи, маслом знает этот мастихин. Это называется рыбка. То, что на ручке написано, может меняться. То есть, ну, он все время выглядит одинаково. Здесь у меня сонет, это не имеет никакого значения. Фирма, берите то, что есть у вас в магазине. Главное, вот этой формы, рыбка. Если вы хотите еще второй мастихин, чтобы уж наверняка закрыть вопросы с мастихинами, это вот такая форма. Какая-нибудь лопатка покрупнее, с более широкой частью, да, либо вот, ну, вот такое вот возможно. Это для того, чтобы именно уже работать на палитре и красочку счищать, чистить, быстренько вытирать палитру. Этим мастихином мы будем именно писать на холсте, преимущественно. А этот такой будет именно у нас технически, для как раз-таки по прямому назначению, он будет у нас на палитре.